Здравствуйте! Череповчанка отправится в тюрьму за смертельное ДТП. В аварии погибли двое детей. Все подробности далее. Дело 42-летней Ольги Медведевой слушалось в Бабаевском районном суде. Ее признали виновной в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух человек. Авария произошла 21 февраля на 286-м километре трассы Волок до Тихвинкола. Водитель на Ладе Приори выехал на встречную полосу. Женщина пыталась вернуться на свою часть дороги, но машину занесло и выкинула обратно на встречку. В итоге Лада столкнулась с Ниссан Тирана. Манер автолюбительница совершала в зоне действия знака «Обгон запрещен». В результате погибли 9-летняя приемная дочь Медведевой и 4-летняя пассажирка иномарки. Отец второго ребенка просил наказать виновницу по всей строгости закона. Суд назначил ей 2,5 года лишения свободы в колонии поселения. Полицейские разыскивают очевидцев смертельного ДТП, в результате которого в Вологде погиб мотоциклист. Как рассказали в МВД, ДТП произошло 22 июля на пересечении улиц Ярославская и Ленинградская. Столкнулись автомобиль «Лада Калина» под управлением женщин и мотоцикл. В аварии погиб 33-летний водитель двухколесного транспорта. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Свидетель ДТП просит позвонить по телефону Вологде, который вы видите на своих экранах, или набрать короткий номер 02. Водитель с признаками опьянения совершил аварию и скрылся с места ДТП. Происшествие произошло на 139-м километре трассы А-114. Водитель на автомобиле «Лада» не справился с управлением. В результате врезался в ВАЗ, затем уехал. Сотрудники ГИБДД установили водителя. Ем оказался 37-летний мужчина. При оформлении ДТП у него имелись признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти о свидетельствовании на состояние опьянения. Водитель отказался. В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ получил травмы. Также травмировалась 7-летняя пассажирка. Обратились в медицинское учреждение самостоятельно. Все обстоятельства аварии устанавливаются. Пешехода сбила машину в Череповце. Авария произошла во вторник на проспекте строителей. Как сообщили в ГИБДД Череповца, 20-летний водитель на автомобиле «Киа Спектра» не пропустил пешехода на пешеходном переходе. В результате сбил 35-летнюю женщину. Череповчанка получила различные травмы, однако госпитализация ей не понадобилась. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. О мерах безопасности для больших грузов и езде без нарушений далее расскажут инспекторы технического надзора ГИБДД. Взломной участок дороги имеет дорожные знаки. Движение по полосам, а также знак за проспектом Победы. Движение грузовых транспортных средств запрещено. Соответственно, на данном участке дороги водители грузовых транспортных средств зачастую игнорируют требования дорожного знака. Они двигаются в нарушении правил дорожного движения, за что предусмотрена административная ответственность. Штраф в размере 500 рублей. Соответственно, чему это ведет и почему здесь установлены данные дорожные знаки? В первую очередь, это идет через центр города. Во-вторых, у нас дорожное полотно имеет свою нагрузку. И, соответственно, большегрузное транспортное средство, тем более, если они нагружены песчаногравийной смесью, либо чем-то другим, имеет повышенную нагрузку на ось и общую массу. Что, в свою очередь, идет к образованию колейности на данном участке дороги. Почему еду через центр города? Так как экономят время и экономят деньги на диск топлива. Чем им делать крюк по проспекту Победы, Мира, промышленная, окружная и парковая. Должен так двигаться, как я сказал. Но они двигаются в нарушении дорожного знака. Второй момент. Недавно водитель вообще поразил своим ответом, говорит, что колейность, данную колейность, приводят легковые автомобили в зимнее время года. То есть, своими шипами, начиная движение, двигаются и тем самым асфальтобетонную смесь они приводят в крошку, и она образовывается в колейность. Это съезд с Октябрьского моста на улицу Парковую. Движение грузовым транспортным средством здесь разрешено, но при условии одном. Это соблюдение габаритов транспортных средств по высоте. То есть, выше 4 метров сюда движение запрещено. И, соответственно, у водителя крупногабаритного транспортного средства должно быть специальное разрешение для движения по данному участку. Крупногабаритному транспортному средству здесь запрещено двигаться. Соответственно, в специальном разрешении прописывают разворот на улице Столеваров у хоккейного клуба «Алмаз». Соответственно, далее водитель грузового крупногабаритного транспортного средства, развернувшись у хоккейного клуба «Алмаз», движется по Столевару, съезжает на парку и далее окружная промышленная мира, проспект Победы и на Кирилловское шоссе. Такой маршрут. Соответственно, здесь сейчас визуально покажем с помощью нивелирной рейки такая высота от проезжей части до кромки моста. Высота данной рейки у нас 5 метров. Ограничение по мосту 4 метра, знак висит. Здесь сейчас можем убедиться. Это 4,60, да? Грузовое транспортное средство, если превышает габариты 4,5 метра точно, да, то оно заденет балку пролетного строения. Может повредить как сам мост, повредить перевозимый груз. Вот. И, соответственно, тут ответственность предусмотрена на водителя за нарушение перевозки крупногабаритного груза. И уже к вопросу к юридическому лицу и должностным лицам организации. Как допустили перевозку крупногабаритного груза на данном участке дороги, так как спецразрешение совсем на другом участке имеется, да? Ну и плюс уже повреждения самого пролетного строения. Тоже административная ответственность предусмотрена. Штрафы до полумиллиона рублей. Сейчас даже невооруженным глазом можно увидеть, что у нас имеются повреждения пролетного строения, да? Это тот момент, когда у нас уже габариты превышают груза на транспортном средстве. И происходит столкновение груза транспортного средства с пролетным строением. Вот уже отслоение бетона на балке. Водители грузовых транспортных средств обязаны следить за своим техническим состоянием. Как в момент выпуска на линию транспортного средства, так и в пути его следования. То есть можно сейчас наглядно убедиться, вот на данном грузовом транспортном средстве имеется резина, да? Уже с обнажающим кордом и уже превратилась в лохмотье, да? Чему это, из-за чего это происходит, да? То есть имеются небольшие повреждения уже на шине транспортного средства, где обнаженный корд. Если двигаясь на каком-то участке дороги, данное колесо либо взрывается, да? Либо происходит его полностью обнажение, отслоение самой шины от проволоки, от корда, да? И уже в движении колесо просто превращается, вот, еще раз можно посмотреть, да, в эти лохмотья. Соответственно, водитель транспортного средства за техническим состоянием должен следить пути его следования и принять меры к их устранению. То есть в данном случае, если произошла данная поломка, то произвести остановиться, выставить знак аварийной остановки, включить аварийную сигнализацию и поменять колесо, да, на хорошее, да? Какие меры безопасности в первую очередь водитель должен выполнить при остановке, да, аварийная сигнализация, знак аварийной остановки. Если водитель, начиная поддомкрачивать транспортное средство, соответственно, убедиться в целостности своего домкрата, да, посмотреть его визуально, нет ли подтеков масла, еще что-то. И начинать поддомкрачивать транспортное средство и менять уже колеса. О том, какую резину специалисты не рекомендуют ставить на машину, расскажем далее. Работают без остановки по 15 часов в день, переобывают по 50-60 машин. Напряженная пора настала в шиномонтажах. За зимняя резина допускается установка при среднесуточной температуре от плюс 4 градуса. Соответственно, если на улице уже снежок, подмораживают. Если катаетесь по утрам, по ночам, лучше поставить. Работать приходится с разными материалами. Кто-то ставит новые колеса, есть автолюбители, которые не слишком заботятся о качестве резины. Сейчас денег у народа очень мало, то есть много ищут бушку. Бушка была от такого плана, мы ее не рекомендуем к установке. То есть, ну, кому-то съездить в деревню за зимней резиной, кому-то просто докатать, кому-то доехать до дома. Кто-то подходит ответственно, одеваем новую резину. И те люди счастливо, довольны, будут кататься пару-тройку лет, даже не задумываясь о том, что ее надо будет менять. Что не так с этой резиной? В этой резине ошибовка уже кончилась, шипы все повылетали. Следовательно, сцепные свойства с дорогой будут не очень хорошими. Резине больше шести лет, шипы на месте, протектор в норме. Казалось бы, зачем менять, но специалисты поясняют, внешняя привлекательность не гарантирует безопасность. Резина за 9 лет у нее получается по бортам, обычно, либо по беговой части образуются микротрещины, через которые она может травить. Соответственно, это тоже немножечко небезопасно, неудобно. И резину старше 3-4 лет лучше тоже на автомобиль не устанавливать. Ну и на сегодня это все. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин